Главное повреждение человечества Мы понимаем, что такое язык, не русский язык, не немецкий язык, а что такое язык, чем язык отличается от речи. Нет понимания. И вот на этом уровне все свершается. Господь говорит Адаму и Еву, не вкушайте от дерева познания. Смертью умрите. Смотрите, смертью умрите. Они слышат, все хорошо, не понимают. У них не было опыта греха, не было опыта зла. Нет понимания. Нам еще труднее с вами. Нам еще с вами труднее. Если до революции 17-го года, до начала 20-го века, все человечество жило не только в рассуждении, но и в понимании, потому что с самого раннего детства, с рождения ребенок включался уже в какую-то деятельность. Каждое сословие имело детей, и эти дети включались с раннего возраста в деятельность. Это очень важный момент. Поэтому сегодня мы прикасаемся к очень важной теме. Вот два мира. Мы сейчас в этом мире находимся с вами. Мир на церкви. Зачем мы пришли сюда в мир церкви? А там мы пришли с вами из мира того материального, вещественного мира. Материально-вещественный, телесный мир. Поэтому сегодня мы с вами оставили тот мир и зачем-то пришли сюда. Вот мы пришли с вами, а другие не пришли. И вот мы приходим сегодня сюда каждый в своем возрасте. Каждый из нас уже получил профессиональное образование. Почему мы пришли к Богу? Смотрите. Почему мы в церковь Божию пришли? В храм Божий пришли? Все разное. Храм Божий – дом молитвы. И когда человек приходит первый раз в храм, он сразу, а где я нахожусь? Что это за мир такой, в котором я нахожусь? А что это за мир? А это кто? А это кто? Да это родители Божьей Матери. Родители, а как их звали? Аким и Анна. А это кто? Это сама Божья Матерь. А это кто такой? Николай Угодник. А почему он Угодник? А он так Богу угодил, что людям угождал, людей любил. И Господь ему дал такие дары большие. Что весь мир Николай Угодника знает, все религии знают Николай Угодника. Поэтому сегодня мы пришли сюда в церковь, все оставили. Зачем? Что же нам здесь открывается? Нам открывается самый главный вопрос. Самый главный вопрос открывается. Что с нами будет после этой жизни? Все умрем, все умрем. Что такое смерть? Смерть – не исчезновение. Смерть – переход в новые качества. Наше тело перейдет в новые качества, вернется в землю. Оно разойдется на атомы, молекулы, вещества, клетки и вернется в землю. Но человек не так просто устроен. Человек – сложное существо. Он сложен. Из вещества и материи земной и вдунут дух Божий в него. Дух Божий вдунут. Очень важно. И когда человек заканчивает свою жизнь, тело его распадается и возвращается в землю. А душа, что с душой происходит? Душа идет к Богу. И должна будет ответ дать, как она прожила эту жизнь. Вы видите, мы должны, оказывается, дать будем ответ с вами. А мы не понимаем. Рассуждать рассуждаем, а не понимаем. Прошла у нас уже большая жизнь. Мы были в браке и ничего не поняли. Браки распались. Мы зачинали детей, а мы не знали, что такое зачатие. Когда их можно зачинать, когда нельзя. Как вынашивать ребенка, мы не знаем. Что в это время есть, что в это время пить, не понимаем. Что говорить надо в это время. И вот мы видим с вами вот этот удивительный момент. Мы зададим себе вопрос. Адам и Ева чем-нибудь болели, когда были в раю? Да нет, конечно. Они ели мясо? Да нет, конечно. Чтобы мясо есть, надо убить сначала животное. Или рыбу, или птицу. Они плодами, которые были в раю. Плоды, которые сеяли семя. И травой, которая семя сеяла. Они питались вот этим. Они были как ангелы. Бог сотворил человека в продолжении ангелов. А ангелов сотворил Господь. А потом человека. И человек почти что ничем не отличается от ангела. Только имеет еще плоть. А плоть-то была, смотрите. Траву ели, сеющие семя. И плоды, сеющие семя. Питание-то было другое совершенно. И так мы оставили тот мир. Мы почему-то оставили тот мир. Вот это для нас очень важно. И мы пришли сюда. Нас тянут. Что-то внутри нас тянет сюда. Может быть, наша наследственность. Кто-то за нас молится. Из тех, кто ушел из нашего рода. Поэтому сегодня мы говорим, зачем мы пришли к Господу. Для этого нам нужно с вами обратиться к Рождеству Божьей Матери. Через Божью Матерь, через Деву Марию, Бог на земле родился в образе человеческом. И вот когда Бог, который одел на себя плод человеческую, вышел на проповедь, вот тогда человечество поняло и увидело себя совершенно с другой позиции. Когда Христос вышел на проповедь, тогда все стало на свое место. Первое Он нам показал, нам нужно изменить качество нашей природы. Как нам изменить наше качество природы? Он говорит, кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. И так Он нам включает слово «вода». В другом месте, беседуя с Фатиной, с Амарянкой, он ей скажет «Я вода живая». Новое понятие «вода живая». Христос говорит «Я вода живая». Мы не можем с вами жить без света. Нам же нужен свет, и как свет появляется, солнечный свет, мы сразу просыпаемся с вами. Хороший сон, когда плотно темно. Должно быть очень темно, тогда хороший сон. Дневной сон не тот сон, а вот ночной, когда должна быть очень темно, тогда мы спим хорошо. И Господь говорит «Я свет миру». Смотрите, свет миру Он. То есть, оказывается, нужно свет миру. Кто? Опять Бог говорит «Я есть свет миру». «Я вода живая». Посмотрите, какие вещи. «Я путь». Да сколько мы путей в жизни прошли. И путь науки, и путь школы, и путь профессиональной деятельности, и путь брака, и путь в больнице, и путь на кладбище. Каких путей только нет. Нет, Он говорит «Я есть путь». И Он еще нам говорит, что Он есть истина, Я есть истина. Ну и самое главное, мы знаем, что жизнь идет через пищу. И мы знаем, что если не будет солнца, не будет воздуха, не будет воды, не будет пищи, мы не сможем, наше тело умрет. Нет, Он говорит, не так. Я есть жизнь, Он говорит. Вот какие начало мы видим, когда Христос выходит на проповедь. И, наконец, Он ходит среди людей. Каких людей Он ходит среди каких людей? Да Он ходит среди несчастных людей. Потомки согрешивших и умерших духовно. Потомки Евы и Адама. Мы потомки Евы и Адама согрешивших. Но сначала согрешила женщина. Божья Матерь восстановила грех, который совершила Ева. Она должна была быть духовной, духовным началом. И Божья Матерь восстановила духовность ее. С телом взята на небо Божьей Матери. А та Ева, которая совершила грех спадшим ангелам. Грех совершила спадшим ангелам. Та родила убийцу Каина. Поэтому сегодня мы видим, что же Христос вышел на проповедь. Что Он вышел? Он увидел несчастное человечество. Больные, слепые. А Он говорит, я свет миру. А здесь слепые. Сколько слепых людей. Сколько таких больных, которых врачи даже не могут излечить. И сколько человечества существует. Оно все время болеет. Все время воюет. Все время революции совершает. Почему? Грех. И еще что? И еще падшие ангелы. Высший падший ангел, дьявол, управлял Евой. И совратил ее с пути, который указал им Бог. А сегодня эти бесы с нами, что хотят, то и делают. Мы сегодня не отличаем Бога от бесов. Бога от дьявола мы не отличаем. И так Христос вышел на проповедь. Христос вышел научить людей, как правильно жить и понимать эту жизнь. Как понимать эту жизнь. Он все говорит точно и ясно. Просто говорит. Смотрите, он какие слова говорит. Без меня творить ничего не можете. Бог нам говорит. Без меня творить ничего не можете. Дальше что он нам говорит? Я есть путь истины и жизнь. Смотрите. Дальше что он нам говорит? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Все. Любой национальности, любого возраста, пола. И аз упокоивай. Господи, но ты от нас-то что-нибудь ожидаешь? Да, ожидаю от вас. Я хочу, чтобы вы были совершенными. Будьте совершенными. Ибо совершен Отец ваш небесный. Смотрите. Будьте совершенными. Господь от нас ожидает, чтобы мы стали совершенными. А мы говорим. Как и Господи стать совершенными? Стать совершенными и стать святыми. Будьте святы. Ибо я, как и я, свят Господь, Бог ваш. Святыми мы должны стать. Не святыми от слова свет, а святыми. Мы говорим. Хорошо, Господи. Мы согласны стать совершенными и святыми. Как нам это сделать? И Господь нам говорит, как? Покайтесь, Он говорит. Что такое покайтесь? Значит, перестаньте творить зло и грех. Перестаньте служить бесам, падшим ангелам. Посмотрите, все просто. Он не говорит, поисповедуйтесь. Он говорит, покайтесь. Что Он нам еще говорит? В мире скорбны будете. Почему будете скорбны? Мы говорим, все время задаем вопрос Богу. Господи, почему мы будем скорбны в мире? Потому что грех господствует. И так мы с вами прикасаемся к Богу. Мы не пришли к Богу. Мы только прикасаемся, немножко прикасаемся. Мы ко всему прикасаемся с вами. А нужно погрузиться. И так Господь нам говорит, в мире скорбны будете. Господствует грех в мире. Зло господствует. Зло. Мы видим это на плодах. Христос говорит, по плодам их узнаете их. И вот мы с вами сегодня, пройдя такое образование. Посмотрите, 20 лет учимся. Детский сад, начальная школа, основная школа. Профессиональное образование. Посмотрите, сколько учимся. Мы ничего не понимаем. Поэтому сегодня мы обращаемся к Богу и Господь истинно. Он и истина есть. Он нам говорит все, как есть. Как должно быть. Что нам еще Господь говорит? Чтобы не было войны. Чтобы не было преступности. Чтобы не было разводов. Что надо сделать? Надо иметь любовь, Он сказал. Заповедь, заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Любите друг друга. Это не половая любовь. Это не та любовь, которую она показывает по телевизору. Или в фильмах. И то, о чем пишут в книгах. Это не та любовь. Это телесная любовь, о которой они пишут. Телесный человек может писать о телесной любви. А Бог есть дух. Он нам говорит о духовной любви. Что же такое любовь? И мы опять задаем вопрос Господу. Господи, а что же такое любовь? И Господь нам говорит, нет выше того, кто душу свою, не тело свое, не тело, а душу свою положит за други свои. Вот ответ. Что это такое? Это жертвенная жизнь. Жертвенное служение одного человека другому. Что нам Господь говорит еще? В терпении стяжите души ваши. Терпение нужно. Где у нас терпение? У нас нет терпения. У нас его нет вообще терпения. Терпение может иметь только тот человек, который с детства руками привык оттрудиться. А мы с вами сидели за партой. 20 лет. Ничего не делали. За нас сделали родители все. Поэтому в терпении стяжите души ваши, Господь говорит. Все. Ответы на все. Еще что нам Господь говорит? Господи, что нам еще не хватает? Не хватает вам еще молитвы. Молитесь, да не идите в напасть. Он не говорит утром, вечером, в обед. Он говорит молитесь. Что нам еще не хватает? Нам не хватает еще веры. И вот здесь-то очень важное поучение нам дает Господь. Когда Он ходит, и за Ним ходят тысячи тысяч людей, где Он появляется, сразу все приходит в движение. Люди хотят только прикоснуться к Нему. Вера. Петр захотел пройти, как Христос по воде. Господи, могу ли я пройти? Иди. И пошел Петр. Все, пошел нормально. Дунул ветерок. И Петр стал тонуть. Господь ему говорит, маловерный. Ну что ты маловерный усомнился? Маловерный. Взял его за руку, поднял опять. Слепые подходят к Христу и говорят, исцели нас. И вдруг задает Христос опять этот вопрос. А верите ли вы, что я могу исцелить? Какой страшный вопрос. Они говорят, верим. А он добавляет, по вере вашей будет вам. Смотрите. Проверка веры. Какая вера? Господь говорит, двое на поле. Один берется, другой оставляется. Муж и жена. Жена пришла, а муж не пришел. Муж пришел, а жена не пришла. Иногда дети пришли в храм, а родители не пришли. Иногда учитель пришел, а ученики не пришли. Двое на поле. Один берется, другой оставляется. И так все нам открыто. Нам все ясно. Нужна вера. Нам нужно понимать. Без Бога не до порога. Все ясно. Бог есть свет. Бог есть вода живая. Бог есть истина, правда. Бог есть жизнь. Без Бога жизни нет. Все понятно совершенно. Господь нам уже открыл все, и мы должны каяться. Покаяние, переход из одного качества в другое. Все хорошо. Господь нас предупредил, что вскоро вы будете в мире. Господь нам открыл, что будет в истории человеческого рода до его второго пришествия. Во второе пришествие придет не Будда, не Магомед придет во второе пришествие, а Христос придет. Потому что Он пришел от Отца Небесного. Это Он, говорит, Мой Отец ищет поклоняющихся Ему в духе, а не в теле. Это Он, Сын Отца Небесного, говорит нам, какой выкуп даст человек за душу свою. Если весь мир приобретет, а душе повредит, нет в том никакой пользы. Это Он, Сын Человеческий, говорит, Сын Божий. Что нам еще не хватает? Нам не хватает веры. Вера слабая. Есть одна важная тема. Которую тоже нам Христос открыл. Это тема падших ангелов. Тема бесов. Тема дьявола. Как только Христос покрестился от Иоанна Крестителя, как только печать Пресвятой Троицы была открыта Иоанну Крестителю, он услышал голос с неба, «Сей Сын мой возлюбленный». Он увидел на Христе Духа Святаго в виде голубя. И он увидел этого Сына, Отца Небесного, Троица. Как только это совершилось, крещение, Его в воде, он положил первое таинство в церкви – крещение. Куда отправляется Христос? Он отправляется в пустыню. Пустыня означает пустое место. Кто там будет жить в пустыне? Там песок. Он идет в пустыню. Место пустое. Пустыня. Пустое место. Пустое место. А когда он идет в пустыню, зачем-то в пустыню идет. Он 40 дней не ест пищи и не пьет воды. 40 дней не пьет воды. Человек не может столько выдержать. Мы говорим, «Господи, что ты себя истязаешь?» И, наконец, все понятно становится нам. Появляется некто, которого мы не видим. А он увидел Христа. Перед этим он его увидел, когда он крестился. И он услышал слова Отца Небесного, «Сей Сын мой возлюбленный». И вот этот, который появился, которого мы не видим с вами, а он есть и в нас живет, и Дух Его в нас, и Дух Его в этом времени сегодняшнем. Дух разврата, Дух греха, Дух зла. Князь мира сего называется. Дьявол. Высший падший ангел. Вот с кем навстречу идет Христос. Это немыслимая уровень встречи. Бога-человек Христос встречается с падшим ангелом, который совратил Еву, совратил все человечество. Да это немыслимая встреча. Никто не интересуется этой встречи, что там было на этой встрече. И тогда гордый дьявол, гордый, сразу начинает, «Если ты Сын Божий». Смотрите, он знает, что это «Если». Ему нужно подтверждение князю мира сего. Он господствует здесь. Он правит здесь потомством Евы и Адама. Князь материально-вещественного и телесного мира. Страшно. И Господь идет навстречу с ним. И начинает этот гордый падший ангел искушать Господа. «Из камней сделай хлеба». Поднимает на высокую гору Христа. «Прыгнись вниз, и пусть ангелы тебя подхватят, если ты Сын Божий». И третье искушение Господа. «Если ты падше поклонишься мне, падше». Дьявол говорит Богу, Творцу, ангелов, человеков, жизни, мира. Смотрите, что он дальше говорит. «Тогда поставлю тебя над всеми царствами мира». Смотрите. Он не скрывает и говорит, что он управляет всеми царствами мира. Христос смирил этого падшего ангела и указал ему его место, что он должен слушать Бога и служить Ему. Но он ушел только на время. Он остается и продолжает искушать людей, испытывать людей, продолжает соблазнять людей. Но мы не забывать должны о том, что у него еще есть войско. Одна треть падших ангелов. И вот сегодняшнее евангельское чтение об этом. Христос с учениками переправляется в страну Генисарецкого. В другом случае Христос переправился в страну Гадаринскую. И сказано, что встретили его два бесноватых. А в Гадаринской стране встретил его один бесноватый. И вот Господь переправляется на другую сторону озера, приходит в эту страну и встречает его два бесноватых. Где они живут? Мы живем с вами в домах. А они живут в пещерах. А что за пещеры? А пещеры, куда кладут покойников. Они живут в гробах. И Гадаринский бесноватый тоже жил в гробу. И люди, которые живут рядом здесь, они не могут мимо этого проходить, мимо места этого. Потому что эти бесноватые ведут себя агрессивно. Люди уже боятся ходить на кладбище даже. Что стало с этими людьми? Смотрите, был нормальный человек и стал таким. Того Гадаринского бесноватого связывали даже цепями. А он рвал цепи. Может человек разорвать цепи? Да нет, конечно. Это бесы рвали цепи. И когда Христос спросил бесноватого Гадаринского, как твое имя, он сказал, то бесы сказали, имя мое Легион. Если мы посмотрим, что такое Легион, то увидим в римском войске, Легион это около 10 тысяч воинов. 10 тысяч бесов в одном человеке. Что с ним может совершиться? Ну, когда увидели эти бесы, бесноватого Господа, они сказали, ты что, прям назвали его, ты что, Иисус, пришел мучить нас? Смотрите, они назвали его по имени. Они даже добавили, ты что, Иисус, Сын Божий. Они сказали, Сын Божий пришел мучить нас. Стали просить его, чтобы он не посылал их в ад. И попросили, чтобы он разрешил им войти в стадо свиное. И 10 тысяч бесов вошли в свиное стадо. Раньше свиней пасли. И когда эти бесы вошли в свиное стадо, то свиньи сошли с ума и бросились в кручи, в воду и утонули. И так мы прикасаемся к Христу. Христос ходит по воде. Христос укращает стихии и бурю. Христос освобождает каждого человека от любой болезни. В том числе и от проказа. И так Господь нас от всего освобождает. Он нам показывает, что без Него мы не сможем ничего сделать. Мы не сможем нормально зачать детей. Мы не сможем нормально их выносить. Мы не понимаем, что с нами происходит сегодня. А Господь нам открывает и говорит, без Меня творить ничего не можете. Господь не требует от нас, чтобы мы много читали молитвы. Читайте одну молитву. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и Дух прав обновил утроби моей. И целый день читайте. Нам нужно, чтобы у нас было сердце чистое. Одну молитву читайте целый день Отче наш. Ее дал сам Христос. Читайте молитву Царю Небесной, будете все понимать. Молитву к Духу Святому. Если еще и Акафис Святому Духу будете читать, еще будет лучше. Читайте молитву Божьей Матери. Божьей Матери высшее достижение человечества. Ни один человек на земле не равен Божьей Матери. Она дошла до высшего состояния. Она дошла до совершенства человека. Вот такими должны быть люди. Господь Божью Матерь взял с телом на небо. И Божья Матерь ходит по всей земле и помогает людям. Россия имеет имя Дом Пресвятой Богородицы. И апостол Лука написал 70 икон с Божьей Матерью. Поэтому сегодня мы прикасаемся с вами вот к этому. И веру. Просите у Господа, Господи, дай мне веру непоколебимую. Мы сказали сегодня о любви, Господи, дай мне любовь нелицемерная. Мы сказали сегодня о терпении, Господи, дай мне терпение ангельское. Мы сказали сегодня о рассуждении, Господи, дай мне рассуждение святых отцов. Господь упростил нашу жизнь до одного дня. Нам дал Господь только один день жизни. И каждый раз, когда мы просыпаемся с вами, знайте, что вот этот день последний в нашей жизни. Поживите его, как последний день. Сделайте добрые дела кого-то. Хотя бы не осудите никого. Один день попробуйте прожить, чтобы никого не осуждать. И вы поймете, что вы не сможете это сделать. Мы больные, мы прокаженные от осуждения друг друга. Мы с утра до вечера осуждаем. Но судить-то мы судим, но сами лучше не стали. И сами мы не лучше тех, кого осуждаем. Поэтому сегодня нам нужно еще помнить, что нам еще нужно дать отчет Богу. В конце дня, перед тем, как ложиться спать, поразмышляйте о себе. Вспомните, как вы прожили сегодняшний день. Сделали ли вы сегодня что-нибудь доброе или нет? А может быть, кого-то огорчили, обидели. Господь нам дал телефончики. Возьмите, позвоните, попросите прощения, если кого-то обидели. А если кто-то вас обидел, простите их. Поэтому мы не знаем, где Господь нас застанет и где пошлет свою благодать. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok